Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Ефимова Виктора Алексеевича. Давайте встретим его бурными аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Ефимова Виктора Алексеевича. Прошу включить первый слайд. Многие из вас, может быть, знакомы с такой картинкой. Картинка такая, она, может быть, образно-символичная, она говорит о особенности текущего момента. Существо ее называется, то состояние, в котором мы с вами оказались, закон времени. В свое время Пушкин, говоря об этом моменте, который наступит, он сказал так, об этом моменте, говоря о системе глобального управления человечеством. Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Вот это позиция Пушкина. Точно так же этот период иногда называют периодом звезды. И Пушкин понимал, что он родился за 200 лет до этого периода. И отсюда тоже вот этот его пронзительный стих, который, может быть, вы как-то по-другому воспринимали. А он пишет об этом моменте так. Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукой чистой и невинной, порабощенные бразды бросал жирительное семя, но потерял не только время, благие мысли и труды. А дальше, дальше это, ребята, чтобы эти стихи были не о вас. Дальше он пишет так. И вот действительно, сегодняшнее мое выступление, оно как раз связано с тем, чтобы эти строки Пушкина касались не нас с вами. И существо этого момента, который я так и характеризовал, сводится к тому, что впервые за всю историю существования нынешней цивилизации наступил момент, когда частота обновления поколений, ну, условно отображена верхней кривой, через каждые 25 лет меняются поколения на земном шаре, сравнялась с частотой обновления господствующих на земле технологий. Каменный топор тысячелетия, там, следующая технология столетия. И впервые, примерно в середине прошлого века, частота обновления технологий тоже вышла на этот же уровень. А сейчас японцы говорят, что технологии должны меняться каждые 5-10 лет. Вот это приводит к принципиально иному состоянию общества, когда оно не может не измениться, потому что до этого был, мы называем это состояние общества толпой элитаризм. Была толпа и была элита, посвященная в нечто. Так вот эти посвящения после выравнивания частот, они утрачивают свой смысл, потому что каждые 5-10 лет человечество входит в иное информационное состояние, и те, кто во что-то был посвящен, они оказываются вовсе не в то посвящены. И вот очевидность этой трансформации на сегодня, в общем-то, бросается в глаза рептикам очень многих политиков. Я попрошу включить следующий слайд, я вам просто для примера там привожу некоторые выдержки. Вот в частности, даже Обама, в общем-то, лидер страны, которая неплохо паразитирует на толпой элитаризме, он тем не менее говорит, что мы должны начать новую эру сотрудничества, основанную на взаимном интересе. И говорит о том, что так, как мы жили раньше, вызывало естественный антимериканизм. Вдумайтесь только, это римский папа в газете Ватикана пишет о том, что нужно было бы перейти на исламские банки. Ну, вы знаете, по Корану, сура 2, 275-й аят запрещает предоставление денег под процент, как самая страшная змея. И об этом говорит, в общем-то, лидер церковной иерархии совершенно другой. Или Строскан тоже был отлучен, так сказать, от элиты, за что? Потому что он тоже сказал о том, что нужна иная глобализация, глобализация с человеческим лицом. И вот то, как управлять раньше, я вот попрошу включить следующий слайд, вы просто послушайте этот ролик. И, в общем-то, Герман Оскарович прав во многом, потому что раньше так и нужно было. Но это нужно было в прошлом веке. Сейчас мы вступаем в иную фазу, и я понесу, почему Герман Оскарович Греф здесь неправ, когда выступает с такой позиции. Пожалуйста, если можно включить этот ролик, если он у нас пойдет. Вы знаете, уважаемые, я вам хочу сказать, что вы говорите, страшно, не страшно. Почему вы предлагаете передать власть, власть фактически в руки, на сене. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, чтобы мы не управляем. Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего я, это самодиентифицируется. Управлять, то есть манипулировать им будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания. В аудийской культуре Кабула, которая добирала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением. Потому что люди понимали, что такое снять перену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточным. Как управлять им? Любое массовое управление будет развивать или нет манипуляции. Как жить, как управлять этим обществом, где все имеют равный доступ к информации. Все имеют возможность судить напрямую неприпарированную, получать неприпарированную информацию через обучение к правительствам аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову, следствия массовой информации, которые как бы независимы. А на самом деле мы понимаем, что все следствия массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком случае жить? Мне от ваших разрушений становится страшно, честно говоря. Мне кажется, вы не совсем понимаете, что вы говорите. Ну вот вы слышали этот ролик. Это замечание было сделано по поводу того, что проблема дальнейшего развития связана с тем, что нужно людям дать информацию подробную. Вот позиция Германа Оскаревича. Почему он был бы прав сто лет назад, и почему он не прав сейчас? Потому что эпоха толпы элитаризма уходит в небытие. И дальше так управлять уже будет невозможно. Потому что пирамида знаний, она опрокидывается. Тот, кто был на вершине знаний, и я вам в следующем ролике покажу это, они оказываются в общем-то совершенно немножко в таком смешном состоянии. И наши студенты, первокурсники, немножко удивлены такой мерой понимания. Происходит... Почему сейчас перемены неизбежны? Вот давайте посмотрим следующий слайд. На нем представлен процесс эмиссии мировой валюты с момента ее вообще возникновения. И вот вы посмотрите на эту кривую. До 2008 года, как вы видите, напечатано порядка там 700 миллиардов долларов в наличном обороте эмиссии. А с 2008 года по сегодняшней, за несколько лет, эмиссия в два раза превзошла всю предыдущую историю человечества. Ну и вы понимаете, когда возникает экспонент, по экспоненте всегда развивается раковая опухоль. То есть вот эта кривая говорит о том, что ну все равно так продолжаться не будет. А кто может выйти на иной путь и кто может в общем-то развивать иную концепцию? А только молодежь. Поэтому я вот считаю, что обращение к вам может быть самое важное, что сегодня очень правильно делает руководство нашей страны, вот приглашая молодежь на такие серьезные встречи. Я хочу, чтобы именно на уровне молодежи было понимание очень простых вещей, которые до определенной поры, вот так сказать, подавались в одном свете. По факту, если посмотреть, то, конечно же, многие проблемы, как страну развивать, они становятся понятными. Вот на следующем слайде я привожу данные по соотношению инфляции и ставки рефинансирования по всем странам мира. И вот вы посмотрите, у всех стран мира ставка рефинансирования существенно ниже, чем инфляция. То есть в Соединенных Штатах в тринадцать раз, это не одиннадцатый год. В Европе, так сказать, в Великобритании в девять раз. А у нас за одиннадцатый год равны. А, значит, в десятый год, если посмотреть, то вообще ставка рефинансирования была больше, чем инфляция. И здесь как раз ситуация складывается так, что в общественном сознании, а вы знаете, обществами управляют через матрицы. Есть некая матрица информационная, и когда она в обществе доминирует, то все рассуждают в рамках этой матрицы. И у нас, так сказать, вот где-то сформировано очень представление, что у нас высокий судный процент, потому что большая инфляция. Но в действительности соотношение здесь наоборот. Инфляция всегда возникает тогда, когда возникает судный процент. И чем больше судный процент, тем выше будет инфляция. Потому что первичный генератор, задающий инфляцию, это судный процент. И мне очень приятно, что вот президент нашей страны, буквально, вот вы помните, наверное, чуть меньше месяца назад, очень жестко поставил эти вопросы и перед финансовым блоком правительства, а на следующий день и перед Центральным банком. О необходимости снижения ставки кредитования, а это, в общем-то, глобальный такой параметр. И именно он определяет перспективы развития нашей государственности. Для того, чтобы вы понимали, что инфляция это вовсе не закон развития, я попрошу показать вам следующий слайд. Ну вот, презентация здесь есть, кто интересуется, можете подробно посмотреть. В свое время Дмитрий Иванович Менделеев написал такую работу, она называлась тоже симптоматично «С думы о благе российском». Так вот, в этой работе он приводит статистику изменения цен за 100 лет. С 1795 по 1895 год. И за эти все 100 лет цены на все товары неуклонно снижались ежегодно. И в среднем, вот по основной группе товаров, снизились за 100 лет в 1,7 раза. И только вот первые там три товара, мясо, коровье масло и кофе, цены подросли, но подросли чуть-чуть там, на 10-15%. На все остальные товары устойчиво снижались цены. И Дмитрий Иванович совершенно естественно поясняет в своей работе, с чем это связано. Он говорит, ну это связано естественно с увеличением коэффициента полезного действия, с внедрением новых технологий и с переходом на транспортировку грузов по воде. У нас же как-то считается, что инфляция, она как бы сама по себе, она неизбежна, и мы под нее должны подстраиваться. Здесь мы путаем прогнозирование с программированием. Вот мне очень хотелось, ребята, чтобы вы эту разницу понимали. Есть прогноз, а есть программирование. И когда в начале года нам объявляют, что у нас инфляция будет там, скажем, 10%, и тогда в январе месяце на 10%, в соответствии с этим якобы прогнозом, повышают цены на электроэнергию, на нефть, на газ, на железнодорожные перевозки, судный процент устанавливают такой, ну и естественно все подорожает. А как же еще? А давайте представим себе иную ситуацию. Вдруг в январе выходит президент или представитель финансового блока и объявляет вдруг, а вот в этом году у нас инфляция будет равна нулю. И что тогда? А тогда, значит, цены никто не помешает, и естественно инфляция будет равна нулю. То есть в действительности мы подменяем понятие прогнозирования понятием программирования. И вот проблемы с непониманием судного процента, они базовые. Вы знаете, что я вот уже вам приводил суру Корана, это сура 275, аяр 275 во второй суре, там дословно он звучит так. Так, лихва это процент. Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им за то, что они говорили воистину торговля, то же, что и лихва. Но торговлю Бог дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Бога, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его прежние грехи. Вы знаете, на уровне вот священного писания, значит, как самый тяжкий грех осуждается предоставление денег под процент. Или давайте вспомним Пушкина, который, ну, вы знаете, Пушкин всегда образно, символично подает информацию, и за любым образом стоит какое-то социальное явление. Там вот о старике пойдет речь, понятно, что это и есть ростовщичество. Пушкин по этому поводу говорит так. И вот когда я вам говорил об опрокидывании вот этой пирамиды знания, когда те, кто был наверху в предыдущей эпохе, он был действительно посвящен и имел очень высокую меру понимания, а внизу это понимание было равно нулю, то сейчас пирамида опрокидывается. И те, кто находятся наверху, либо их мера понимания низка, либо они вынуждены говорить так, что они вызывают некоторые недоумения, ну, даже у студентов-первокурсников. Вот следующий ролик, который я вам покажу, это мне студенты просто принесли, ну, вот как пример того, что происходит смена логики социального поведения, когда наверху нет понимания того, что реально происходит в стране. Вот давайте включим ролик, это председатель ЦБ в прошлом, Игнатьев, поясняет как раз вопросы, почему же у нас так велико судный процент. Пожалуйста, этот ролик включим, сейчас там пока ребята включат, но... В стране, в банковской системе длинных дешевых кредитов 10-20 лет не способствует развитию лучшей экономики стран. Если мы хотим длинные деньги часто, надо снижать инфляцию, надо обеспечить ее стабильной институтой. Вот другого уровня, извините, любая фаза экономического цикла, а инфляция растет, 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 или, если не растет, то, по крайней мере, не снижается. Расскажи мне, пожалуйста, в чем главная причина этого явления? Тогда мы можем ответить на вопрос, как с ней бороться. Я ничего нового не скажу. Инфляция – это прежде всего денежное явление. Вот. Это прежде всего денежное явление. Ну, как раз. Да, она всегда рукотворная, да? Ой, спасибо. Сергей Николаевич, у меня хорошо известно, что главная причина, одна из главных причин не высокого темпа роста экономики, развития реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса являются высокие ставки по кредитам. Как вы считаете, какие меры все-таки может и должно принять государство, может быть, программами для того, чтобы снижать ставки по кредитам для реального сектора, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства? Мы находимся на таком этапе развития, когда мы просто обязаны в течение двух-трех лет обеспечить снижение кредитов и дать ресурсы для развития экономики. Человек, который предложит эти меры, точно найдет в истории. Вы знаете, я, мне кажется, что острота этой проблемы, ну, иногда оптимизирует. Я, конечно, спросил один, извините, крупный банк, представитель информации о том, по каким статкам он предоставляет кредиты разного времени. 11% сельсия. Ну, там есть 15%, 16%, 20%. Агрессор банка дайте, что, бассейн, 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 бассейн. Назовите хоть один вид бизнеса, где можно получить прибыль годовую. Даже 11%. Банка. Что надо сделать, что в ближайшие 2-3 года вставки начали сближаться, чтобы бизнес увидел перспективу, не выходя из сана? Значит, главный ответ – стабильная низкая ремпляция. Что надо сделать, чтобы так прижать? Если кто-то скажет, что я знаю, ответ не видится, а вас обманут. Все равно бассейн демонстрирует тенденцию сближения, а предидные ставки демонстрируют тенденцию к росту. Ну, действительно, в последние 2-м года получалось, что не совсем так, как должно быть. Бассейн демонстрирует тенденцию к росту. Да, си мигер его! Да, си мигер его! Бассейн демонстрирует тенденцию к росту. можно показать и других, как, так сказать, руководителей. Дело в том, что это как раз я привел только для того, чтобы показать, что мера понимания, она перевернулась. Вы ни от одного студента таких нелепостей не услышите. Они прекрасно понимают, что от чего зависит, понимаете? И дальше утверждать, что ветер дует, потому что листья на деревьях качаются, ну, в общем-то, можно, но рано или поздно все поймут, что это не совсем так. А, к сожалению, ситуацию по-прежнему ее пытаются консервировать, но это же невозможно. Вот вызов времени как раз состоит в том, что многие вещи, которые были столетиями, как бы так сказать, вот так, не очень очевидны, сегодня они стали очевидны всем. И все понимают, что исключительно только по произволу установленный сотный процент он и определяет инфляцию. Никаких других установите завтра сотный процент равным одному проценту. И у вас инфляция, если вы дальше будете контролировать, естественно, цены, точно так же. Цены-то почему должны расти? Вот. И очень приятно, что вот наш университет, он все-таки университет, ориентированный на природу, да? Аграрный университет. Мы изучаем все связанное с землей. Девиз нашего университета – нам доверено озаботиться земле. И я своим ребятам часто говорю, что, ребятам, да мы вас не только технологиями учим, мы учим вас общаться с мирозданием, с растениями, с животными, учим вас понимать мир и его целостность. И вот так получается, что в моем понимании природа – это и есть, если угодно, такое священное писание, которое Бог, создавая природу, и оставил для нас с вами. Только нужно внимательно присматриваться к природе, и многое происходящее в человечественном обществе для нас тоже откроется. И в наш университет сегодня, как-то так уж получилось, из разных регионов и нашей страны разного рода инициативы от ребят приходят. И приезжают из-за рубежа очень многие видные специалисты. Вот буквально неделю назад на следующем слайде я хотел вам сказать о том, что Дон Русс такой, значит, любопытный, кстати, это его реальное имя, вот не псевдоним, никакой Дон Русс, и он написал книгу «Духовная экономика». И знакомясь с нашими работами, он в чем необходимом побывать, со мной долго встречался. И действительно сегодня мне очень хотелось, чтобы именно молодежь прорабатывала идеи новых подходов в экономике. Потому что в экономике, вы знаете, всегда у нас первое подразделение – производство средств производства, второе подразделение – это производство предметов потребления, а производство самого человека – это воспроизводство. Мы когда-то этим будем заниматься или нет? Вот на сегодня, я в Белоруссии недавно был, и там как раз мне подарили книжку, которая так и называется, значит, «Ноосферная экономика», где как раз ставится вопрос о создании необходимого вот такого третьего подразделения, воспроизводства самого человека. Вот чем нужно заниматься, понимаете? Мы не должны дальше ориентироваться просто на валовый внутренний продукт. Ну а что такое валовый внутренний продукт? Ну это производство водки, производство табака, вывоз нефти, вывоз газа. Ну хорошо, ВВП-то растет, а с человеком что-то происходит? Помните выступление как-то Владимира Путина? Он сказал, что зачем это все, если у нас численность населения падает ежегодно на 700 тысяч человек, он тогда называл в прежнем эту цифру, а для кого мы тогда это делаем? Эти плоды-то будут пожинать тогда уже другие цивилизации, если мы не будем думать о самом человеке. И вот очень приятно, что сегодня, вот я почему о Доне Руси сказал, это характерно, многие приезжающие из разных стран мира говорят об одном. Только Россия способна сегодня задать новый вектор цивилизационного развития для человечества в целом. Что вы думаете, откуда ждут каких-то новаций? Из Африки, из Азии, из Европы, из Америки, нет. Все ждут только из России. И поэтому на молодежи России лежит особая ответственность, ребята. Вы должны понимать, что верят нашей цивилизации и верят, что русский человек, он должен предложить какую-то новую идею. Когда я говорю русский человек, я никогда не имею в виду национальность. Вы должны знать разницу между национальностью и цивилизационной принадлежностью. Поэтому национальность отвечает на вопрос, кто? Кто немец? Кто татарин? Какой? Это цивилизационная общность. Человек какой? Он может быть западный. Это цивилизационная общность, западный человек, ориентированный на материальные потребности, прежде всего, и на то, что хорошо будут на небесах, а на земле ничего хорошего не жди. Это восточный человек, это человек, который тоже считает, что ничего здесь не изменить, надо сесть под елку и медитировать, и тогда тебе будет хорошо. И, наконец, русский человек. Это человек, который ориентирован на то, что на земле можно жить иначе, и можно построить царство Божие и жить по-божески на земле. Поэтому русский в равной мере относится, мы можем сказать, русский немец, русский татарин, русский еврей, но мы не можем сказать немецкий-русский, потому что это русский обобщающий. Точно так же мы Тесиопа Пушкина, так сказать, по корням, называем великий русский поэт. Или откройте там энциклопедию, посмотрите, там, значит, великий русский художник, тот или другой. Но вы увидите, что он еврей по национальности, но он великий русский художник. Это абсолютно правильно, потому что он отражает представление русской цивилизации. Так вот, верят в то, что наша цивилизация предложит действительно иной путь для развития человечества в целом. И на нас с вами эта миссия лежит. Я хотел на следующем слайде сказать о том, что... Чего мне хотелось бы, может быть, главное, ребята, передать вам, что сегодня вот в связи с переходом в эпоху Водолея, в связи с предстоящим размытием толпы элитаризма, нужно иметь целостное мировоззрение. Мировоззрение может быть калейдоскопическим, когда вот что-то знают там, что-то знают там, но как одно с другим связано, не очень понятно. А есть мировоззрение мозаичное, когда человек понимает целостную картину мира. Так вот, на развитие человека, как и на развитие общественной системы в целом, влияют тысячи и тысячи факторов. Но эти тысячи факторов можно систематизировать, обобщить. И мы даем представление о шести обобщенных средствах управления общественными системами. В действительности их всего шесть. Вот любое воздействие на общество можно отнести к тому или иному, значит, виду воздействия. Есть четыре вида информационного воздействия и два вида воздействия, которые можно рассматривать как материальное оружие, если оно направлено против какой-то системы. Если оно используется внутри, то это как средство управления. Итак, просто перечислю, многие, может быть, сейчас и нет необходимости здесь подробно рассказывать. Эта информация достаточно полно представлена в интернете. И она дает, в общем-то, возможность понять целостность в управлении как отдельным человеком, так и государственными системами. Первый приоритет, самый важный по значимости, который задает вектор развития на столетия, а иногда и тысячелетия, это мировоззрительский приоритет. Это представление о том, что такое добро, что такое зло. О целях развития общества, о боге и так далее. Ну вот я вам приведу такой пример, скажем, в Южноафриканской республике, когда я к аэропорту ехал, вот с левой стороны, так помню, сколько глаз видит, такое поле. И там копошатся такие существа, в общем-то, по рождению они люди, но они называют себя little people. То есть у них мировоззрение маленьких людей. Такие же люди, их, кстати, порядка 300 миллионов в Индии, то же самое. Вот, little people, они считают, что есть маленькие люди, а есть большие люди. Они живут, у них нет ни паспорта, ни имени, ни работы, ничего, просто чистое поле, они прикрылись кто-то картоночкой, кто-то фанеркой, там, так сказать. И вот живут они так в поле. Если большой человек, проезжая, бросил на кошка банановую корку, ну, значит, повезло, как бы, так сказать. Живут лет до 30 примерно, и они вот так живут, и они всем довольны. И, кстати, если вы почитаете «Час быка» Ефремова, а это особый такой, кто хочет разобраться в жизни, вы почитаете Ефремова, то он там описывает ситуацию на одной из планет, куда прилетели там астронавты и увидели вот эту несправедливость, когда есть короткоживущие и длинноживущие. Ну, короткоживущих просто всех умертвляли там в возрасте 30 лет, а до этого они жили хорошо и весело, и они всем были довольны. Когда поставили вопрос об изменении ситуации, кто был против? Прежде всего были короткоживущие, потому что они покорены на уровне мировоззрения. Следующий приоритет – это история, хронология. То есть вот наше будущее определяет тем, как мы понимаем свое прошлое. Перепишите прошлое, и вы получите то будущее, которое вам нужно. Следующий приоритет – это идеологии, средства массовой информации. И когда иногда задают вопрос, почему там, так сказать, президент так или это ведет себя по отношению к средствам массовой информации, они находятся на надгосударственном уровне. И они управляют президентами, а не президенты управляют средствами массовой информации. Дальше идут мировые деньги. И, наконец, два вида информационного оружия – это генное оружие, алкоголь, табак, наркотики и военное оружие. Военное оружие – это, соответственно, шкалу военного оружия, если берете там пистолет, винтовка, пулемет, пушка. Пушка отличается чем-то от пистолета? Ну, ничем, убойной силы только. Точно так же и генное оружие, если целецомно понимать происходящее, то нужно понимать, что вино от героина ничем не отличается, кроме убойной силы. А любой алкоголь сегодня применяется как инструмент глобального управления человечеством. Если эти люди в той или иной стране этого не поняли, то о них пишут стихи. Мы стадо, миллионы нас голов, поселимся дружно мы и дружно блеем, и ни о чем на свете не жалеем. Баранье стадо – наш удел таков. Вот мне очень хотелось, чтобы, опять же, еще раз говорю, чтобы эти стихи были не у нас с вами. Очень хочется, чтобы мы с вами понимали, что алкоголь, табак – это инструмент глобального управления человечеством. Раз, и это самый большой бизнес на Земле. Поэтому вам будут разного рода толкования давать, что пить надо меру, понемножку. Но в моем окружении нет человека, кто бы в близком, кто бы в течение жизни сделал хотя бы один глоток алкоголя. Для нас это совершенно нелепо. Я когда вот перед своими студентами выступаю, я говорю, ребята, я действительно искренне говорю, я не могу понять, как можно закурить, вдохнув в себя сотню ядовитых компонентов, и еще самому же за это заплатить. Но я мог бы понять, если человек закурил, ему за это 100 рублей дали. В моей логике как-то, ну, что-то уложили бы. Но, извините, когда ты себя отравил, и еще ты же заплатил тому, кто тебя отравил, ну, для меня это не укладывается в моем сознании, повторяюсь, но еще раз часто эту привожу аналогию, когда тараканов поливают дихлофосом, они все-таки накануне по рублю не сбрасываются, правильно? Тот, кто травит, он вынужден тратится с нами. Когда люди, которые отправят нас славы, то, к сожалению, ну, и в отношении сельского попытаются настроить, то находятся люди, которые готовы еще за эти яды заплатить. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, воспринимают это. Что, ребят, еще я самое главное из того, что я хотел сказать? Вот я вам следующий слайд попрошу включить. Вот здесь я вам приведу самую большую тонкость, которую вам даже ни один из церковных иерархов не скажет. Вот вы побеседуйте на пробу с любым из священнослужителей и спросите, а как вот человек создан? Вам скажут, человек создан по образу и по подождию Божьему. Так это не так, ребята, это заблуждение. Значит, дело в том, что если вы в этом разберетесь, вы пожнете принципиально иную судьбу. Почему? Человек вовсе не создан по образу и подобию Божьему. Посмотрите, 26 стих. Действительно задуман был человек, потому что и сказал Бог. Создадим человека по образу нашему и по подобию нашему. Но это только сказал. Несколько строчек пропускаем и читаем 27 стих. И создал Бог человека по образу своему, образу Божию. Где подобие? Это нет подобия. Ничего подобного. Человек создан человек только по образу. И никакой ошибки в этом нет. Дело в том, что никто из нас от рождения не становится человеком. Помните, Владимир Владимирович Даля, все мы люди, это не все человеки. О чем это он? А это он о том, что подобие формируется только в процессе жизни человека. Вот посмотрите, представим себе такой изуверский, мысленный, к счастью, эксперимент. Родились маленькие дети. Они оказались на необитаемом острове, где живут только обезьяны. И они, обезьяны их пригрели, они живут на этом острове. Вы приехали туда через 15 лет. Кого вы там увидите? Как вы думаете? Кого? Обезьян. Правильно, вы увидите обезьян. И ни одного отличительного признака по поведенческим стереотипам, по навыкам, по умению уже никогда в жизни не появится, потому что до 15 лет все программы возможного развития человека уже закрыты. Попал на остров обезьян, стал обезьяной. Попал в стаю курящих, стал курящим. То есть это основной инструмент эгрегориально-матричного управления человечеством. Формирование матриц. Если вы сформировали матрицу, то в рамках этой матрицы и происходит формирование человека как личности. Поэтому если вы хотите управлять собой, то вы должны вначале понять, что такое эгрегориально-матричное управление, и выйти из той матрицы, в которую вас поместили. И вот для многих я оказываюсь вот тем самым человеком с другого острова. То есть они просто жили вот на этом острове, и им казалось только такие люди вокруг. А потом они сталкиваются с людьми, которые как-то иначе смотрят на мир. Так вот, когда я вам говорю о Боге, то основной вызов сегодняшнего дня в вопросах богословия сводится к следующему. Мы должны быть благодарны церкви, нашему православию, потому что православие вообще, ну, по словам и смыслу, вы знаете, каждые слова наши имеют право славить. Смысл-то такой? Право славить. Так вот, мы должны быть благодарны, что в наш жестокий век, когда навязывается садомия, гомосексуализм, безнравственность, разврат, тем не менее представления о Боге сохранены. И вера в Бога, она сегодня присутствует в умах человеческих. Но вызов времени сводится к тому, что вашему поколению, ребята, предстоит выйти на новый этап. Перейти от веры в Бога к вере в Богу. Это принципиально иное состояние души. Вера в Богу, это вы не просто верите, что Бог есть, а вы верите, что Бог вас будет защищать. Если вы будете жить по-божески, то Бог будет защищать вас от всех проблем и от всех невзгод. И с вами не произойдут никакие плохие случайности. Вот что такое вера в Богу. Вера в Богу – это вера в то, что Бог вас защищает от всех невзгод. В ответ на вашу жизнь по-божески. Потом немножко скажем на эту тему кратенько. Очень важно сегодня в этом смысле понимать вообще структуру мышления человека. Я попрошу следующий слайд включить. И так буквально, образно хотя бы обозначить одну из важнейших идей. Вот мы с вами сейчас беседуем. Вы, значит, слушаете, смотрите, воспринимаете информацию. И вот в этот верхний блок, в блок сознания, идет своего рода запись информации. Но когда вы засыпаете, информация из этого оперативного блока, она перекочевывает вот на винчестер в блок бессознательного. Так вот, возможности бессознательного, а это то, с чем мы появляемся на свет. Вот когда человек рождается, каждый из нас имеет вот этот винчестер, где хранится память всех наших предков. Так вот, возможности бессознательного нашего в 10-8 степени примерно больше, чем возможности сознания. То есть это разница примерно как между капелькой воды и всем океаном земного шара. Поэтому жить в эпоху Водолея, жить после смены логики социального поведения успешно можно только тогда, когда вы в полной мере пользуетесь вот этим нижним блоком. Нижним блоком. И обработку информации ведете вот в винчестере. Когда у вас с вечера возникла какая-то проблемка, какой-то вопрос перед сном, вы это как бы переосмысливаете еще раз. У вас эта задачка сгружается на бессознательное, там находится решение. И с утра вы должны научиться воспринимать это называется интуитивное прозрение или подсказка души. Когда вы чувствуете, что вам что-то такое подсказывает, ну у женщин это часто бывает, да, наиболее ярко выражено, они говорят, душой чувствую. Это правильно. Человек, он и должен так себя вести, он должен чувствовать. Эта информация идет из бессознательного и она идет от Бога. Если вы научитесь ее воспринимать, то у вас будет очень счастливая судьба. Вы будете избегать разного рода случайностей. Вы идете и вдруг повернули направо, а в это время кирпич слева упал. Вы даже не знаете, почему бы вы повернули, но у вас вот что-то такое сработало. Вот именно так работают, если угодно свыше, именно так работают бессознательные уровни психики. И мы должны знать, что если говорить о будущем нашей государственной, о будущем нашей России, то наше настоящее это юноши. Вот юноши это наше настоящее. А вот девушки это наше будущее. Потому что девушки, они основные воспитатели будущих детей. Понимаете? Мама задает основной вектор развития ребенка. Вот у меня две дочки, сын. И сколько бы чего ни творилось на телевидении, но никто из них не сделает ни глотка, алкоголя и табака. Почему? Потому что семейные эгрего самые мощные. И если вы в семье заложили что-то для ребенка, это невозможно перешибить. Поэтому нам нужны девочки, у которых появятся Елены Прекрасные и Василисы Премудрые. И вот эти Елены Прекрасные и Василисы Премудрые, они преобразят Россию. И нужно, ребята, вот... Нужно понимать, что это и есть самая главная задача. Не прибыль формировать, не ВВП наращивать через, еще раз говорю, увеличение выпуска водки и табака, а через формирование нового человека. Человека разумного, человека будущего. Вы посмотрите, ну, хотя бы на уровне природы-то вы должны, в общем-то, как-то что-то замечать и понимать. Вы посмотрите, почему весной соловей так завиисто поет. Вы не задумывались никогда, что отделать нечего? Да нет. Это очень серьезный ритуал. Соловей поет тогда, когда соловьиха яички высаживают, когда готовится потомство новое. И если соловей не поет, то птенчики появятся безголосые. И вот когда вы будете, ребята, семьи создавать, я опять к мальчикам обращаюсь, к девочкам, вы учитесь хотя бы у соловьев. Если вы готовитесь к тому, что у вас ребенок будет, так вы вот... Папа должен вести себя точно так же, как соловей. И, ну, если он не умеет так же красиво петь или свистеть, да, то, тем не менее, душой относиться к будущей маме именно так. И только тогда у вас будет крепкий, здоровый ребенок, потому что ребенок четко фиксирует отношения папы и мамы. Ведь как раньше на Руси, что называется, вот готовились к зачатию, это в обязательном порядке до рождения месяц. Ну, вот это люди постились, как называется. Муж и жена жили порознь. Они не принимали мясную пищу. И только вот спустя месяц они встречались, вместе жили и именно занимались тем, что готовились к созданию новой жизни. Если кто-то вот не знает этих деталей, ну, вы возьмите на сайте нашего университета. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. У нас есть раздел библиотека. Мы стараемся такую мировоззрительную информацию давать. Я вам просто название книг дам, и вам будет сразу понятно, о чем это. Одна из книг называется «Воспитание в утробе матери или рассказ об упущенных возможностях». То есть, если вы не занимались воспитанием ребенка в утробе, все, вот упущенное основное. Или следующая книжка «После трех уже поздно». Тоже название совершенно понятное. Музыка. Начиная с детских лет, вы должны понимать, что такое музыка. Музыка – это основной способ воспитания. Она сгружается в бессознательное, независимо от вашей воли. Поэтому, ну, есть масса мелодий. Вы возьмите, скажем, там, мелодия «Аве Мария». Это вот предрасположенность к сну формирует. Или возьмите там, так сказать, лунная соната. Это снимает раздражение человека. Или возьмите вальсы Бетховена. Это тоже, если у человека какой-то кризис. Если вы возьмете вальсы Штрауса, то вальсы Штрауса, они вот, как бы, так сказать, ну, преобразуют сразу настроение и все. Это очень важно. И очень важно знать и для себя, и для воспитания детей. Точно так же, как все музыкальные инструменты, они ассоциируются с тем или иным нашим органом, скажем, на ту или иную систему. Скажем, клавишные пианино – это нервная система. Струнные – это сердце и так далее. Есть институт музыкальной терапии даже. Звуки точно так же наши. Если хотите иметь здоровье, распива. Почему раньше песни всегда пелись? Ну, вот я еще в детстве застал тогда обязательно русские песни во весь голос. Всегда, на всех праздниках. Почему? А это оздоровление. Звук И, если вы, это головной мост, А – это сердце, У – это легкие, О – это и так далее. И песни, там, если, значит, у вас бурлаки, так, Эй, У – это нижняя часть туловища, да, или О – мой рост, будет все время О. Это все песни на оздоровление. Вот это очень важно, и не то, что человек – это единство тела, духа и души. И если вы не умеете заботиться о своем теле, или если вы причиняете вред себе, то вы живете не по-божески. Я вот часто применяю термин «бог», которого всегда боится наука. То есть обычно, если вы произнесли слово «бог», то говорят, а, ну это тогда вы не из науки. Вот проблема, которую вам предстоит решить, это все-таки науку и религию понять, что они не должны противостоять друг другу. У них давно очень заложено это противостояние со времен Коперлик, вот наиболее ярко, да. Но проблема и там, и там есть, и не буду эту тему раскрывать, это тема отдельной лекции. У меня есть большая работа, она, ну, на сайте, можете на нашем университете найти, в журнале «Ректор Вуза», и в одном из журналов таких я писал как раз о том, почему наука и религия сегодня не могут понять друг друга. Я по образованию физик, и на следующем слайде хотел вам сказать, все-таки я часто применяю термин «бог», да, что я под этим имею в виду. Интеллект во Вселенной структурирован, иерархичен, есть разные уровни интеллекта. Так вот, особенность мироздания состоит в том, что с более низкого уровня более высокий уровень интеллекта не познаваем. Вот растение, вы согласитесь, что это уже зачатки интеллекта, как способность какую-то информацию извне получать и на нее реагировать. Цветочек вычисляет, где солнышко, туда листочки поворачивает. Сухо корешки поглубже, сыра корешки подбирает, то есть умеет общаться с миром. Но растению не дано понять, что такое коза, которая вдруг подошла и съела у него листочек. Почему? Потому что коза с более высокого уровня и организации интеллекта. Человек это еще один более высокий уровень. Но если вы возомнитесь в себя в этой лесенке, что от человека это уж очень круто, и вот кроме нас вообще ничего тут не может быть в мире, то это не так для меня, как для физика. Потому что многое из того, что происходит в мире, не отображается в нашем сознании. Мы не можем понять, а что такое бесконечность, а как это все создано, а куда это идет и так далее. То есть есть вопросы, а что мы видим? Мы видим один процентик, да, из электромагнитных волн. А что мы слышим? От 20 Гц до 20 кГц. То есть мы мир тоже воспринимаем, но нам только кажется, что мы все видим. Действительности нет. Так вот, как над растением есть нечто, что ему не понять, так и над нами есть нечто. Ну вот, единый для всех живущих на Земле Бог, Творец и Вседержитель, который создает тварное нараздание. Вот в таком смысле я говорю о Боге. И Бог говорит с нами всегда на языке случайных жизненных обстоятельств. Если хотите понять язык Бога, прислушивайтесь к случайностям, которые с вами происходят. Потому что в свое время Анатоль Франц сказал, «Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем». Или Пушкин. Он, говоря об уме человеческом, завершает фразу, говорит, «но не дано ему предугадать случая мощного мгновенного орудия проведения». И вот как работают случаи, я вам только один пример приведу, потому что тот, кто анализирует вот эту статистику случайностей и расценивает ее как язык Бога. Кстати, в Коране об этом сказано так. Бог не меняет того, что происходит с людьми, пока люди сами не переменят то, что есть в них. То есть если случайно все будет, вот у меня случайно одно, случайно второе, так и будет, пока вы не измените что-то в себе. Потому что Бог вам просто подсказывает, что в себе что-то нужно изменить. Так вот, не так давно я со своими сослуживцами встречался и дарил там одному из них он киношник свою книжку, она называется «Курс эпохи Водолея». Я говорю, слушай, вот у меня там раздел такой, но он не бесспорный, конечно, но тем не менее, вот очень любопытный. Он называется «О пребывании Иисуса Христа и Андрея Первозванного в Древней Руси». Вот, я говорю, вы год сделанный фильм, пусть это будет, ну, фантастический, там, или придумки, ну, и фильмы же художественные, они никогда не претендуют на историческую достоинность. Ну, как скажем, «Код да Винчи», там, написан, да, там, где там правда, где нет. Ну, люди читают, у каждого свои ассоциации возникают по художественным произведениям. И один из моих знакомых там рядышком стоял, когда мы беседовали, и на следующий день у меня звонят, он будет всегда, вот я уже дважды с уникальными случайностями сталкивался, но то, что произошло сегодня, это вообще восходит все возможные, мои ожидания. Я говорю, а в чем дело? Да так вот, когда вы вчера рассказывали о том, что Иисус Христос был на земле русской, но вы знаете, что с 13 до 30 лет никто не знает, где был Христос. Христос с 13 до 30 лет, такой провал в его жизненном пути. Но есть версия, что он был в Индии, и кто-то говорит, что он был в Египте. Я с этим не согласен, потому что если бы он был в Индии, то уже 600 лет буддизм, и он бы, наверное, буддизм проповедовал. Вот. В моем понимании, он был действительно в Старой Ладыбе на Валааме, у Волхова в Древней Руси учился, и вот, где не было рабовладения, и поэтому он пошел потом проповедовать возможности жить по-божески на земле. Так вот, он говорит, я историк по образованию, я никогда такого не слышал, но, говорит, сегодня утром просыпаюсь, и у меня библиотека стоит в спальне, но уже 30 лет я ее не менял, я вот протягиваю руку просто, и случайно, не глядя, беру первую попавшуюся книжку. Беру ее, открываю и читаю, вот на следующем слайде, я попрошу включить эту выдержку, и читаю. Христос наш, он читает, Христос наш, говорю, тоже был человек бездомный и надземный. Был он не для низких и не для высоких, ах, все великие справедливцы ни туда, ни сюда. А когда с Юрием да Николаю ходил по земле русской, по деревням, то даже и не вмешивался в дела их. Они спорят о человеке, а он молчит. Я говорю, слушай, а где ты это прочитал? Потому что я вроде этим интересуюсь, но никогда не делал. Он говорит, рассказ Максима Горького, Калинин. Набираю в интернете, Горький, Калинин, маленький, рассказывает, там буквально 15 страниц, читаю, да, действительно. Так, знаете, как мы с вами учим историю, или как мы с вами присматриваемся ко всему происходящему. Максим Горький пишет, как он в совершенно очевидном факте, что Христос ходил по земле русской. Вот. Или возьмите там Алексея Толстого, он пишет о том, как обошел нашу землю Царь Небесный, как ее делил богато, да, потом пишет, но чтоб падали селения, чтобы не выпустовали, нам на то благословение Царь Небесный дал едва ли. Вот. я-то об этом почему рассказал. Вот когда человек ищет истину, ищет правду, то включается нечто, вот то, что мы называем Богом, вот такие случайности. То есть, он вечером слышит вдруг от меня, он понимает, что я сейчас просто так ничего не говорю, и хоть он впервые слышит, но он задумался, как же так? Христос и вдруг был на Руси. и 60 лет он прожил, нигде ни разу не слышал, но на следующее утро он открывает этот абзац. И в чем проблема науки? Проблема науки признает только те факты, которые повторяются. Но Бог, он никогда ни в чем не повторяется. Когда я вам расскажу вот о своих ситуациях, которые со мной в жизни происходят, они действительно фантастические, я публично не рассказываю, потому что, ну, могу сказать, что многие, что-то тут, видимо, не совсем так, вы знаете, это старый смысл. Как только человек говорит о том, что у него какая-то связь с Богом, его на всякий случай неплохо бы в психбольницу отвезти и проверить. Поэтому я рассказывать не буду, но скажу вам только о том, что вот таких подобного рода случайностей у меня десятки или сотни уже теперь. Когда вот с вечера он слышит, а утром вдруг открывает этот абзац. И наука говорит, что, а наука как считает? Да, вот если вы говорите, что это есть, то типа вот вы сегодня, вы вчера рассказали это, значит, одному человеку, а завтра расскажите другому, и пусть он завтра тоже так же откроет книжку и точно так же пусть прочитает. Нет, Бог никогда ни в чем не повторяется. Наука подменяет представление о Боге, который работает вот так, совершенно случайно, да, так своему. То есть, но наука подменяет тезис практика критерий истины, а это практика, жизненная практика, она подменяет тезисом повторяемость критерий истины, повторяемость, но у Бога повторения нет, поэтому наука и религия не могут понять друг друга. И, ну, я буквально два варианта вот возможного развития обозначу, потому что мне хотелось бы, чтобы вы, ребята, шли вот тем путем, который на следующем слайде, я его назвал условно путь света, путь света, пожалуйста, следующий слайд включите, путь света, это когда человек осмысливает себя как наместника Бога на земле, потому что человек создан как наместник Бога на земле, и задуман он как существо, созданное по образу и по подобию Божьему. И цель жизни освоения генетически предопределенного потенциала развития души, то есть каждый из нас от Бога наделен некими возможностями развития, а дальше мы ведем себя или так, или это, достигая этот потенциал или не достигая, а вот важнейший фактор в процессе воспитания принадлежит природе. Если человек попал в чисто техногенную среду, а он создан для жизни в природе, то, к сожалению, это не его вина, а его беда, возникают мутации. И продолжение жизни в городах, оно связано в основном с тем, что рожало деревья, вступали в смешанные браки, при половом размножении ребенок перебирает у папы, мамы все гены и выбирает наиболее сильные. Вот, в чистом городской среде воспроизводство человека затруднено. По крайней мере, до тысячи мутаций в механизме функционирования ДНК наблюдается, если человек появился на свет чисто в техногенной среде. И вот нужно избегать, конечно, пути от тьмы. Путь тьмы на следующем слайде, пожалуйста, я вас попрошу включить. Значит, путь тьмы, миссия человека как заложник инстинктов и объект паразитирования на его пороках. Цель генонизма, получение удовольствия. И вот начинается табак, алкоголь, наркотики, потом, естественно, врачи, таблетки, а фармация, как вы знаете, тоже один из самых крутых бизнесов. Порочная медицина, псевдомода, шоу-бизнес, футболы в Лондоне и так далее. И заканчивается ритуальными услугами, но туда очень сложно попасть, пока есть деньги. Поэтому на следующем слайде, пожалуйста, на следующий слайд, я напомню вам, еще Герта в свое время сказал, цивилизация велит идти вперед, теперь прогресс с собой черта двинул. Поэтому очень важно иметь развлечение, что такое прогресс, а что такое движение не в ту сторону. Потому что следующий слайд, пожалуйста, на следующем слайде, то, о чем я вам говорил, здесь просто вот я в картиночке представил то, что вам говорил. Есть вот этот пятый и шестой приоритеты силовой от лимтовки до ракеты, а есть приоритет генного управления человечеством, который начинается от сигаретки и шампанского, а заканчивается героином. Важно, чтобы на тот или иной пунктик человек подсадить. Но я думаю, что в вашей аудитории может быть не стоит подробно говорить, но тем не менее следующий слайд я тоже попрошу включить в нескольких словах о физиологии обвинения. но так мне интересно я у тебя в студенческой аудитории обычно тестирование провожу. Вот интересно среди собравшихся ребят у меня просьба. Вот кто знает, если человек выпил и у него зашумело в голове, то вообще что за этим стоит? Физиология этого процесса? Кто знает? Пожалуйста, поднимите руку. Ну так все-таки не очень густо, я так скажу, да? Вот я поэтому пояснил, ребята, потому что это, в общем-то, очень просто и примитивно, но это, я не скажу, что это тайна, но это нигде не дается. Почему? Потому что бизнес не страдает. Сегодня алкоголь это самый крутой бизнес на земном шаре. И если эту картиночку понимать, то клиентов количество может заметно упасть. Вот это явление было в 60-е годы открыто тремя ученых из Соединенных Штатов Америки. И они, собственно, как вышли на это? Они анализировали то, что происходит в системе головного мозга, фотографируя процессы, происходящие в мозге через зрачок, потому что зрачок это фрагмент мозга. Ну с помощью специальных устройств они наблюдали то, что происходит в кровеносных сосудах головного мозга. И у них вдруг произошел случай, когда вдруг они видят, что у человека не отдельные эритроцитики текут, а у них развлечение такое было, а вдруг какие-то сгустки. Они были в шоке, посмотрят, человек вроде живой, что такое, непонятно. Потом второй случай, и только на третий случай они как-то идентифицировали это, что оказывается эти три случая венело то, что люди были не вполне трезвые, и тогда они начали это исследовать. Что оказалось? Эритроцит, это красная кровяная клетка, из которых состоит наш мозг. Эритроциты имеют липидный слой, вот такая жировая смазочка. Эта жировая смазочка электризуется в процессе течения по сосудам, эритроцитики приобретают маленький отрицательный зарядик и отталкиваются до кадушки, поэтому они текут поштучно и затекают в самые тонкие капиллярчики, а диаметр некоторых капилляров в системе головного мозга меньше, чем размер эритроцита. Эритроцит просто меняет форму и пролезает в некоторые капиллярчики. Но когда в кровь попадает алкоголь, от любой алкоголя содержащей жидкости, то вы знаете, спирт обезжиривает поверхность. липидный слой нарушается и эритроцитики начинают слипаться друг с другом. Это называется эффект виноградной грозди. То есть в сосуде появляются помимо отдельных эритроцитов еще такие грозди случившиеся. И когда они попадают в тонкие структуры головного мозга, как здесь на картинку условно в нижней сосуде, там просто образуется тромб. тромб останавливает движение крови и дальше кровь уже не протекает. вот тот фрагментик головного мозга, который остался за тромбом, через 3-4 минуты оставшиеся там наирончики физиологически погибают. Потому что жизнь это кислородный обмен. Эритроцит что? Приносит кислород, кислород отдаёт, впитывает углекислый газ, уносит. Кислород не поступает, наирончики погибают. В мозгу образуется мёртвая ткань. И вот когда эта мёртвая ткань образуется, это и называется эффект опьянения. Помните, чижик-пыжик где-то был, на фонтанке водку пил, выпил две, зашумело в голове. Вот у меня одна из телевизионных программ называлась «Что шумело в голове у чижика пыжика». Вот у него шумело то же самое. Когда образовался тромб, погибли отдельные нейрончики, когда они начинают погибать, начинается шум в голове. И у человека начинается связанное с алкогольным обвинением. Если человек перебрал, то уже тромбируются крупные сосуды, он теряет даже ориентацию в движении и так далее. Поэтому есть такая очень жесткая медицинская фраза, но я даже в Японии на одном из международных форумов с большой трибуны об этом говорил, поэтому произнесу эту грубую фразу и вашей аудитории каждый потреблявший алкоголь на следующее утро мочится своими собственными мозгами. То есть эти фрагменты погибшего мозга в конечном счете так и изогонизма. вы можете помните или может быть ваши колена уже не помнят, но в мою молодость я очень четко помню, были такие древнерусские пословицы все мозги прописаны, чуть-чуть смягчают. Так это не фигуральное выражение, это очень точное образное выражение. Подойдите к херному ларьку, посмотрите в глаза тех, кто там с утра до вечера проводит, и что вы увидите, что все мозги уже вышли. Ребята мои ходили даже договаривались с патологоанатомами, вскрывается черепная коробка пившего человека, как будто боль сожрала весь мозг в крапинку. Поэтому насилие над собой через алкоголь, табак, потому что алкоголь и табак выводят из строя, помните тот маленький приборчик между сознанием и сознательным. этот приборчик выводится из строя с помощью алкоголя и табака. Но, кстати, если говорить о алкоголе, то из моего опыта люди, которые общаются со мной, большинство прекращают потреблять алкоголь очень быстро. А вот что касается пищевого алкоголизма, то это сложнее, потому что вторая проблема сегодняшней, вы знаете, Соединенные Штаты приема. Пазалось бы, все есть, но не надо ребят нам догонять. Давайте обгонять, не догоняя. Не надо нам гнаться за тем, чего там достигнет. Потому что там поколение абсолютно нездоровых людей вырастает, вы знаете, всеобщие помотания, умение питаться правильно. На следующем слайде я так просто наша профессия пирамидку хотя бы обозначу пищевую пирамиду. Пример такого мало-мальски идеального баланса, когда все-таки в основе пирамиды должны лежать хлебопулочные зерновые изделия, потом овощи, фрукты, потом только там молоко, мясо, рыба, если уж без этого нет, и только в конце кондитерские изделия и так далее. Если эта пирамида перевернута, то вы столкнетесь с проблемами со здоровьем, причем в очень ближайшем будущем. часто сегодня очень многие переходят на нормальную здоровую пищу, где мясо вообще минимально употребляется. Здесь не буду подробно на этом останавливаться, скажу, что нельзя делать резкие движения, но в целом надо, конечно, стремиться к здоровому питанию, потому что в свое время Лев Толстой сказал, не было бы боя, не было бы воя. А Пол Маккартни в свое время сказал, если стены мясокомбинатов и боя сделать стеклянными, то на земле давно воцарилось бы вегетарианство. То есть, когда мы на привалочке красиво берем упакованное что-то это дно, но когда один из моих знакомых, ну они мясо не едят, у меня очень много знакомых, кто в течение жизни ни разу не попробовал мясо, это самые сильные и крепкие люди, но у них уже так заточен организм, я вовсе не призываю всех завтра там бросить есть мясо, потому что у каждого из нас затачивается организм и формируется микрофлора на то, к чему мы привыкли. Вот, поэтому тут нужно постепенно действовать, но как-то они говорят, что вот у нас сын вдруг, ну еще мальчишка говорит, ну они просто мясо никогда не ели вообще, вот папа, я хочу курять, он говорит, ну хорошо, сынок, давай, они поехали к бабушке, он ему дает цыпленочке, дает мужу, и когда ребенок вот через это понял, что чего-то здесь не то, у него и желание потреблять курятина пропало. Потому что я, честно говоря, не думаю, что Бог, создавая человека, не наделял его сразу клыками, там, ножом и газовой плитой, да, ну не так, по-другому, орехи, мед, корни, фрукты, в общем-то, что мы можем получить из мяса, те же самые аминокислоты, которые содержатся в растительной пище, бобовых, да, на следующем слайде я так кратко вам все-таки обозначу, что миссия России, и вот это, ребята, мне хотелось, чтобы вы знали, на чем нам нужно специализироваться, отгонять, не догоняя, нам специализироваться нужно на креативе, на производстве концепций и идей, мы должны предложить миру новый образ жизни, жизни на природе, а не в городах и бетонных небостребах, зарабатывать деньги на инновации, стать мозговым центром мировой экономики и разрабатывать модели поселения 21 века. Наш университет такую работу выполнял, и мы убеждены, что будущее не в городах. Один из очень близких мне по духу специалистов Соединенных Штатов крупный, он сказал, что по его оценкам перспектива городов 50-60 лет, потом как образ жизни они уйдут в небытие. Это возьмите, к примеру, рассказ Чаянова, великий такой экономист-аверарник, он написал работу «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Он как раз описывает ситуацию, что к власти в России, он писал в 13-м году, в 1965 году, пришли, мол, те, кто любит природу, кто понимает, что такой человек, аграрии, и они запретили строительство городов численностью более 300 тысяч. И города остались только местом сборки, то есть люди все живут на природе, а города приезжают только для того, чтобы на учебу, на конференции, в музеи, а в городах живет только тот, кто обслуживает приезжих, но никто не живет в гараже, это противоестественное для человека. Вот так толковал это Чаянов, и именно в этом стратегическое будущее. И находясь на Сенигере, вот мне кажется, вы должны эту идею особенно глубоко прочувствовать, что жить нужно вот так, как мы с вами здесь находимся. У нас с вами миллиард 710 миллионов гектаров земли в России. Поделите это на количество проживающих. Получите 11,6 гектара на каждого, включая младенца. А почему же мы тогда живем-то на 1% территории, и еще 1% у нас занят под объектами промышленности и транспорта. А все остальное, там никаких рабочих мест, кроме земли матушки и леса. Поэтому сохранить инфраструктурную целность, единство территории можно только, работая на земле. И мне очень хотелось, чтобы на Селигере возревала идея создания такого пилотного молодежного поселения, комплексного, регионального, где есть все. Место проживания, место отдыха, место работы. Самые лучшие технологические достижения земного шара там сосредоточены по инфраструктурам. Сегодня можно создать комфортное проживание вот просто в чистом поле, автономное и без даже линии электропередач. На сегодня есть для этого все необходимое. Хотелось, чтобы мы с вами смотрели в это будущее, потому что любое будущее начинается в начале было слова. Следующий слайд я вам хочу сказать, что главное в основе нашего будущего это русский язык, Пушкин и, если угодно, человечность с большой буквы и вера Богу. Русский язык, он настолько уникальный и великий, я не буду на этом останавливаться, но хотя бы некоторые слова вы должны знать, что вера, вера, это ведать Бога, вера, вера, ведать ра, любовь, это состояние, когда люди Бога ведают. Свобода это совестью водительства Богом данное, это не беспредел, это не распущенность, это совестью водительства, тогда человеком ничего не произойдет, он по голове не получит, если он будет жить вот по такой логике. Ну, а вот о нелепостях некоторых нынешних, вы посмотрите, например, Крыль, это Крыль, это вода, крыша, да, значит, нет воды, Крыль, Ницца, это место, где воду собирают, а что ж мы называем тогда, боль, Ницца, больница, это не то место, где лечит, больница, это как раз место, где боли собирают, надо странно называть, в словах иногда кроются многие проблемы. и завершая, я хотел вам представить очень краткую выдержку из интервью Владимира Владимировича Путина телеканалу Russia Today. Вот я попрошу, ребят, включить там этот слайд, слушайтесь внимательно, о чем говорит Владимир Владимирович Путин, это по сути напутствие вам, ребята, это по сути напутствие вот нашей цивилизации и напутствие тем, кто понимает, что такое Пушкин, потому что Пушкин это не поэт, Пушкин это великий пророк русской цивилизации, только он давал всю информацию на уровне второго смыслового ряда, по Пушкину не могу говорить, что это, ну, по крайней мере, пару часов на это, чтобы о Пушкине говорить, но давайте послушаем лучше буквально 30 секунд очень ярких из выступления Владимира Владимировича Путина. Слушать нечего, не получится. Можно включить? Это картинка. Это картинка. А, не запускается. Ну, я тогда на словах просто вам скажу, вы, может быть, потом, посмотрите, это есть, кстати, на Ютьюбе, там, вы посмотрите, он говорит о том, что русская цивилизация, мы от американцев, ведь идеологически мы ничем не отличаемся, мы отличаемся мировоззренчески, он говорит, мы отличаемся тем, что у русского человека всегда была устремленность какая-то в будущее, к Богу, он производит это слово, обращение к Богу, и говорит, ну, это очень хорошо, значит, расписано у одного из исследователей Пушкина, и, ну, вы знаете, есть пушкинисты, которые говорят, нужно исследовать музыку, слушать музыку стиха, а есть, вот, те, кто исследует творчество Пушкина, вот, хотелось бы, чтобы мы с вами это понимали. А так, проблема у нас, конечно, решаема, вот, главная программа, как я еще раз говорю, наш университет вот эти разработки делал, модели поселений 21 века, берем некий регион, рассчитываем его природно-ресурсный потенциал, чтобы его сохранить, рассчитываем, сколько в этом природно-ресурсном потенциале можно создать рабочих мест и какого направления, строим соответствующее количество жилья, создаем там уникальный комфорт, все остальное, и приглашаем туда молодежь, вот таких ребят, как вы. И мне хотелось, чтобы мы с вами вот такой проект реализовывали, но для этого надо понимать, что нужны немножко другие ориентиры в программе развития нашей государственности, потому что пока не сопоставимы объемы средств, которые мы направляем, скажем, на территориальное развитие, и, скажем, ну, я вот приводил пример, что прибыль Сбербанка в квартал 90 миллиардов. Видео готово! А, ну давайте тогда посмотрим ролик, ага. Русские логических противоречий, и сегодняшний день практически нет. У нас есть фундаментальная культура логичности. В основе американского самосознания лежат и дежурнистической идеи. В основе российского политического. Вот есть один заследователь Пушкина, который об этом очень точно и ясно сказал. Вот вынесенный ветром, там главная героиня, она говорит, что я не могу себе представить, что я буду голодать. Вот для нее это самое главное. А в нашем представлении, представлении русского человека, все-таки другие задачи. Это что-то такое за горизонт выходящее, что-то такое душевное, что-то такое связанное сбор. Это немножко разные философии жизни. И поэтому понять друг другу довольно сложно у нас, но можно. Возвращение международное право или право. Ну да. Ну вот Соединенные Штаты безусловно демократическая страна и она развивалась изначально как демократическая государство. Ведь когда люди начали осваивать этот континент, они приезжали, выстраивали отношения друг с другом. И по факту жизни вынуждены были это делать в диалоге друг с другом. Поэтому она изначально рождалась как фундаментальная демократия. Вместе с тем, не будем забывать, что освоение американского континента, вы меня зовут прямо где, мне не хочется об этом говорить, но освоение американского континента началось с крупномасштабной этнической числи. А на Руси этого никогда не было, вы знаете, да? Русь иначе развивалась. Поэтому видите, ребята, сейчас очень важно, что на уровне президента мы имеем высочайшую меру понимания, но вы должны понимать, что не просто в свое время деголь сказал, когда я вышел на вершину власти, я ощутил леденящий душу ветер одиночества. Вот примерно такие ситуации у нас с вами. Ну и сейчас мы будем завершать. Я просто еще две картиночки, попрошу следующий слайд включить. Я просто для примера только вам скажу, что там у меня приводятся данные по прибыли Сбербанка и по деньгам, которые федеральный бюджет направляет на развитие России до 2020 года. Программа развития сельских территорий. До 2020 года 90 миллиардов рублей выделяется из федерального бюджета. А это ежеквартальная прибыль Сбербанка. Вот пока у нас такие пропорции будут, нам трудно рассчитывать на действительно перспективу развития территорий, а не городов Москвы и Петербурга. На следующем слайде еще в 30-е годы написано такое стихотворение о том, ну о той идеологии, которая строит города. Я есть незнающие последствия слепорожденные инструменты. Я есть огонь вселенской муки, пожар последнего стыда. Мои обугленные руки построят ваши города. Вот примерно по такой технологии сегодня мы живем. Или, как сказал Некрасов, жестокий век, век крови и меча. На трон земли ты посадил банкира, героем сделал палача. Вот мне хотелось бы, чтобы героями нашего дня стала рабочая молодежь, потому что мы о молодежи даже работают говорим, что мы видели артистов там, но где вы когда-то видели рабочую молодежь? Ее как будто бы нет, а она есть. И я убежден, что ребята, которые строили в свое время банку, которые строили непрогрессы, я в свое время, в студенческие годы, в Аспиранске уже, 10 человек, мы построили 5 двухквартирных домов за время каникул, 5 двухквартирных домов, начиная с того, что рыли фундаменты. Но неужели мы сегодня молодежь для себя своими руками не можем создать поселение, когда у нас есть земля, есть леса, есть проекты? Мы вот реализуем все проекты вместе с государственным архитектом строительным университетом. И я хотел завершить свое выступление на такой позитивной ноте. Следующий слайд это разработка, которая делается ребятами молодыми из нашей команды. Противоестественно жить в бетонных коробках, противоестественно жить в селениях, которые расчерчены прямыми линиями. В природе нет таких прямых углов. Вот примерно так должны выглядеть по нашему мнению поселения будущего. И я убежден, что это ребята в ваших руках. Я хочу вам пожелать успехов и пожелать вам доброго будущего. Я не знаю, как здесь программа устроена. Если какие-то вопросы, я готов или остаться вот здесь, кто-то может подойти и задать вопросы. Ну, у нас университет, сайт у нас есть, да. Если какие-то вопросы, можете и на сайт университетский идти. у нас адрес сптгал собакамейл. Я сейчас спущусь вниз, уже без микрофона, потому что вы, ребята, должны знать. Самая главная информация, которую можно получить, это информация через глаза. То есть слова это одно, ютуб это тоже. А вот когда вы общаетесь напрямую, то информация из бессознательного человека, говорящего, поступает на ваше бессознательное. И вы можете потом, через годик, что-то понять, то, что поначалу мы слышали перед ним так далее. Так что спасибо вам за внимание. Я спускаюсь вниз. Ну, презентация там есть у ребят, я думаю, вы там поговорите, все там можно снять. А я сейчас буду в музею, пожалуйста.